Здравствуйте, подписчики моего канала, за идти к данному видео. Хотел показать неплохой способ улучшить усваиваемость пищи у свиней. Для этого корма можно запаривать, ну грубо говоря, варить. Запаривать полбеды лучше поварить. В общем, смотрите, все просто. Булочка 200 литровая. Отрезал, на два кольца оставил. У меня свиней как бы много, варить как бы много. В общем, вот так вот оставил, два кольца оставил. Вверхушку срезал, в дне сделал дырку. Труба сотка, ну трубы можно было больше, это была сотка, 80. Труба это как дымоход, дымарь. И она проходит до самого дна, в дне тоже дырка. И она варивается в дно. В такой бочке дуговая сварка приваривается в элементы. Особо там сложности нет. Толщина металла тут больше единички, 1-2 наверное. Хватает на год, каждый день если варить, больше, даже 1-1,5. Смотрите в чем достоинство. Во-первых, сейчас я помол и бросаю сейчас. Ну все что домашнее там, очистки, вот такие все эти вещи. Все то же самое идет. Она переваривается и ее просто немало. Полностью переваривается. В общем нормально едят. Значит суть в чем, очень быстро нагревается вода, если труба проходит сквозь воду. Трубу отодвинул в самый угол. С одной стороны очень удобно между трубой доставать и бочкой, но по центру будет не удобно мешать. Мешаю, чтобы вы понимали. Обычная лопата. Обыкновенная совковая лопата. Очень удобно мешать. Замечательно все мешается. Вымешивается. Процесс какой? Разбрасываем в печку. Ветки, трава, горит все. А соседи обижаются, если резины палишь. Дым слишком много. Таким образом это ветки, просто ветки. Хресовцы обрезают деревья постоянно ездят. Шум набрал. Такие мелкие ветки топить никто не хочет. Потому что она подкидывает каждые 2 минуты. Мне хватает вполне, чтобы сварить, пожрать. Пару раз подкинуть. Все. Не пару раз больше, только три. То же самое. Это из 3-х миллилитрового 2-х миллилитрового металла сделана дверка. Вот дверка сама. Дверка, не знаю, там какую-то жесткую дверку ничего. Плитой верхней служит дно самой бочки. Кирпичом обычным, никаким не термостойким. Ничем выложен из обычного кирпича. Вот тут рамку сварил, чтобы дверка не выпадала. Наход года на полтора, пока бочка не сгорит, хватает в пол. Как видите, закипает достаточно быстро. Варка занимает, если зимой чуть дольше. Потому что труба, видите, еще горячая. Но при этом уже нормально температуру отдает. Все равно еще горячая остается. Часть тепла, конечно, уходит. Но такой вариант самый оптимальный. Пробовал просто бочку поставить. И снизу огонь не плохо. Практически все просто улетает в небо. А так, проходя через трубу, дым отдает тепло. И вода нагревается. Часть часа два варишь на 4 ведра. В такую бочку ввозит 4 ведра зерна. Ну, не зерна, а дырти. И воды сюда ввозит, по-моему, где-то, чтобы не сбрыхать. Литров сто, наверное, больше. Литров сто двадцать. Я шлангом заливаю просто из этого. Точно не знаю. Такой способ простой. При этом засыпал, вымешал несколько раз. Я покажу, какая каша становится. И все готово. Можно кормить свинок. При этом свиньи потребляют гораздо меньше. Усваивается хорошо. Даже если крупно мелить, ничего страшного. Зерно разваривается в свинном навозе. Потом видно, что зерна нет. Обычно не сухим кормишь, все зерно практически. Крупные частицы все остаются, выходят. Насквозь не зацепляясь. Только мука хорошо усваивается. Но с этим проще. Плюс отпадает необходимость воду подавать. Им хватает, когда они вареное едят сырое, им хватает вполне воды в том, что потом сам. Единственное, конечно, охватить. Но охлаждаешь. Опять же, я варю густую кашу. И на три раза делю ее. Развожу с водой. И у меня получается на три раза я даю. Соответственно, два дня я варю. Один день не варю. Отлично получается. Первые только. И то варю я с утра. И уже к вечеру. Мне надо выдать есть вечер. К вечеру она уже охлаждается. Я ее сварил. Часов в 12 выбросил. Вот у меня еще один бак стоит. Он разведенный. В этом баке я вымешивал. Водой разбавил. И в дальнейшем вот такой вот. Сейчас не пошел. А тут еще можно будет досыпать немного сухого, чтобы погуще было. Это жидковато у меня получилось. Ну, в принципе, часть пищи должна быть грубой. Там процентов, по-моему, 35-40. Для нормальной работы пищеварительной системы свиней часть пищи грубой. То есть, если я сюда добавлю ведерко еще в дороти, будет как раз то, что надо. Они получат и грубую пищу, и развариваем. Будет даже еще лучше, чем просто разваривать. Вот таким образом все у нас получается. И где-то процентов на 30, а то и на 50 можно уменьшить потребление кормов у свиней. В охлажденную кашу можно добавлять БМВД. Все что угодно. В горячую нельзя. А когда она остывает, все что угодно можно добавлять. Все будет у нее подорваться. Ну, как-то так. Сейчас покажу, как засыпать это все дело надо. Засыпай. Ставлю, засыпаю. Вода желательно нагреть, потому что она уже была горячей, прям не кипела. А ну, поснимать не помешаю. Оно не особо комками берется, если сразу мешать. Опять же, вымешивать лучше всего. Вот лопату купили. Взяли лопату со столовой и все. У меня вот эта лопата специальная. Я сперва там палочку какую-то, знаете, выстругивал там что-то. Да все фигня. Вот лопатой самое оно. Но при этом помешивать надо там регулярно. Оно подгорает снизу. Оно не греется. Вот там прям по низу. Лопатой хорошо, она острая. Оно как бы железно хорошо снизу сдирается. И все. Теперь это дело все накроем сейчас. И каждых там 15-20 минут, в зависимости от того, как хорошо горит у вас огонь. Помешивать. Вот это, кстати, распалка. Это не мусорка. Специально тряпки собраны, чтобы распаливать. Ну вот так вот. Покажу вам дальше, как будет. Во что позволить. Ну вот видите. Пойдем, я его упакаю. А ну, дашь мне? Причем. Буквально, видите, горит, когда хорошо. Буквально 5 минут закипело. Теперь вымешаем. Ну и не в себя вот так. Ну и все. Ну и все. Смотрите, какой момент. Обязательно вот там вот за ней, за этой трубой доставайте хорошо. И под нож кряпайте хорошо. И смотрите, когда загустеет каша, не подкидывайте трава, иначе дно прогорит. Постоянно контролируйте, чтобы на дно не пригорало. Все будет отлично. Вот так вымешали хорошенько. Все, можно минут на 10 опять ему дать закипеть. Когда все закипит, я покажу, когда будет готово поймать. Как вот так? Угу. Видите, кипит. Продолжаем мешать. Уже ощущается. Уже варится хорошо, как говорилось. Еще разок и все, и будет готово. Видите, как загустело. Еще раз немного дров подкинем, и все будет готово. Снимай на дрова и на костюм. Хорошо? Ну да, показано дрова. При этом зола, которая остается, отличное удобрение на огород. Горит все. Мусор. Вообще не надо мусор выносить, вывозить. Весь мусор сгорает здесь. Ну, домашний там. Пакеты. Ну, все. Вот просто все. Так что одна из еще плюсов такой варки. У вас всегда во дворе чисто. Обрезка деревьев, ветра. Все что угодно. Все сюда. Все. Все вручает. Повнутрь зайти дрова. Видите, как кипит хорошо. Вот оно обязательно должно закипеть каше, иначе оно не сварится. Ну, думаю, уже вот это последний раз я мешаю, и подкидывать дров уже не надо. Тима, скажи, как твои мнения? Уже сварится. Да, уже густая. Все, дойдете. Тут самое главное не переварить, в плане не бросать дрова. Когда она уже практически готова. Когда воды в ней нет, она уже всю воду впитала. Она будет подгорать и прогорит дно бочки. Бочки не сильно толстые. Поэтому дырка выгорает на раз. Вот вы сейчас увидите, какая косметенция каше стала. Мы заливали, она была прямо водичка. Более того, в этот раз я аж утром буду давать кушать. Она еще будет стоять, настаивать целую ночь. Поэтому ее потом топором не разрубишь. Очень густая будет. Естественно, удобно тем, что мы его водичкой разведем. Будет замечательное кашлы. Надо еще ведро воды сюда залить. Потому что она слишком густая. Видно там, парни сильно. Видите, какая густая. Сейчас еще ведро воды сюда зальем до полного. И все оставляем завтра. В принципе, можно было бы отсюда отбирать, разводить. Таким образом, варится каша, ничего сложного нет. Дров уходит не очень много. Ветки всякие, мусор хвал. Поэтому такой вот способ уменьшить, скажем так, затраты на содержание силы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо.